Здравствуйте, товарищи! Сейчас, имея русские земли, мы подразумеваем не только огромные просторы и самую крупную страну на планете, но и все народы, которые населяют нашу необъятную родину. В остальном мире русскими принято называть и все прочие страны и народы бывшего Советского Союза. Но так было не всегда. Когда-то страшно подумать. Не было понятия «русский». Все началось в Северо-Восточной Руси. Задолго до образования Российской империи, Советского Союза и тем более Российской Федерации. Явление народа, вокруг которого намного позже смогут объединиться прочие племена и народы, произошло для многих даже незаметно. И было это как раз на поле Куликовом 8 сентября 1380 года. В 1132 году, после смерти великого князя Киевского Мстислава Владимировича Великого, древнерусское государство прекратило свое существование. До сели кое-как Единая Древняя Русь объединялась силой именно великого князя, и ничего более не могло объединить эти земли. Новый князь Ярополк Владимирович, желая прекратить зародыши очередного междоусобия, раздал многие свои территории удельным князьям, тем самым узаконив феодальную раздробленность на Руси. Теперь каждое княжество было отдельным государством, которое не желало мириться друг с другом, даже несмотря на единую веру, закон, традиции, родственные связи, общее прошлое и много чего еще. Процесс дробления все развивался. Этот процесс не остановило появление общего врага Золотой Орды, ибо до этого момента многие властелины покушались на земли Древней Руси и терпели крах. Но этот неприятель был совсем из другой весовой категории. Разорения, учиненные татаро-монголами, не сразу привели к сплочению северо-восточной Руси. Потребовалось еще ряд разорительных походов и многих междоусобных войн, но со временем многое изменилось. Произошло усиление Москвы, перенесение Великого княжения в Москву, что символизировало переезд патриарха из Владимира в новую столицу. Поражение и, наконец, довольно успешные боевые действия против Литвы, еще одного грозного противника. Осознание, что вместе мы сильнее. Именно в 1374 году, завершая войну с Литвой и победой над Тверским княжеством, в Переславле-Залесском, под клич московского князя Дмитрия Ивановича в будущем Донского, собрались почти все властители северо-восточной Руси и договорились о совместной борьбе с Ордой. Немало этому способствовала и деятельность московских митрополитов, но и дипломатия, и решимость Москвы конкретным действиям к ним. Ханы далеко, их походы разорительны, но теперь вместо них князь из Москвы, который в случае чего не боится и разрушения городов. Все ради сбора дани, ибо постоянная плата – залог спокойствия в северо-восточной Руси. А князь Московский здесь, совсем рядом, сбросив хана, никуда не денется. Все это, несмотря на успехи в битвах на реке Божи и Куликовском поле. Битва на реке Божи 11 августа 1378 года стала первой победой сил северо-восточной Руси над Ордой в открытом поле и стала прологом Куликовской битвы. Этот успех позволил понять, даже сомневающимся, что объединение – верный шаг. Победа в Куликовской битве ускорила объединение северо-восточной Руси в единое русское государство. Многие, поняв, что Москва может быть не только страшной, но и сильной, защищая всю Русь от захватчиков, изменила отношение к Москве. Осожжение столицы в августе 1382 года привело к понятию, что и Москва также не застрахована от разрушений и разорений. После смерти Дмитрия Донского во главе пока еще московского княжества стал его сын Василий I, который только по своему желанию, продиктованному в ханской грамоте о присоединении Нижегородских земель великому княжению, даже законный князь тех земель не смог остановить факт присоединения. А все из-за того, что в московском князе видели по факту главу Северо-Восточной Руси, тому моменту русских земель. Подобная ситуация не раз случалась и при его сыне Василии II Темном. Все эти факты говорят о том, что Куликовская битва стала поворотным моментом в истории Северо-Восточной Руси, что привело к осознанию всех людей единым народом. И уже спустя сто лет великий князь Иван III Великий сбросил окончательно оковы ордынского рабства. А уже его сын в первой половине XVI века Василий III завершит объединение Северо-Восточной Руси под названием Московское или Русское государство, ибо уже его отец именовался великий князь всея Руси. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи!